Погнали! Аааа! Факен щит! Хо-хо-хо! Это прикольно! Всем привет! С вами Джейн Фокс! И сегодня я буду проводить опыт, который я еще ни разу не видела на ютубе. И надеюсь, что он у меня получится, так как я буду делать разноцветного червячка, состоящего из лизунов. Наш червячок должен будет походить немножко на желейного, и я сделаю его довольно-таки больших размеров. Как я и говорила, наш червячок будет двух цветов. Это красный. И смешав все вот это, у меня получится зеленый цвет. Сначала я их расплавлю, потом залью вот эту трубу, и в конце я ее разрежу, и посмотрю, какой лизун в ней получился. Ну а пока что подписывайся на мой канал и ставь лайк под этим видео. Ну а перед началом опыта я хочу залепить донышко трубы, чтобы оттуда не вытекал лизун, так как она сквозная. Для этого я возьму обычный скотч и замотаю ей дно. Червячка я буду делать в два захода. И начну с красной части. Сейчас я достану все эти лизуны и сложу в нашу кастрюльку. Посмотри, какие они кристально чистые. Жесть. Дельфинчик. Он чуть-чуть не вошел в кастрюлю, я думаю, сам досползет. Я купила новые лизуны, специально взяла потолше, чтобы было побольше жидкости. Я как будто какая-то ведьма и варю суп из там ящериц, лапки, там, не знаю, кролика или носорога. У нас такая красная жижи там, мне кажется, получится прям вообще каевная. Это выглядит как какие-то мармеладные конфетки. Очень аппетитненько, но запах от них не очень аппетитный. Сюда я добавила около 12 лизунов. И я думаю, что нам пора их расплавить. Кто еще не видел, как плавятся наши лизуны, то сейчас здесь все начнет дымиться и получится липкая жижа. Вот он уже начинает шипеть. И наши лизуны нужно немножечко помешивать, чтобы они не прилипали. Оф, как пахнет. Начинает вкусно. Мне прям нравится. У нас раньше-то пены не было. Все начинает потихоньку возвращаться в супчик. Жесть. Жидкости стало еще больше. Поэтому мы сейчас подождем, пока наши лизуны полностью расплавятся. И можно будет заливать их в трубу. Тут даже пенка как на варенье образовывается. Так круто. И должно это все получиться, конечно же, очень круто. Впрочем, как и всегда у меня. Ха-ха-ха. Нифига подобного. Ё, братва, я живой. Потому что я кто? Я Рога-мага Фоксик. Все, короче, спи. В это вообще классно. Смотрится, как будто ягоды плавают. Я хочу это съесть, но я понимаю, что это все... Не вкусно. Стоп, удава. Наше зелье готово. И теперь его можно заливать. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Видимо, мне нужно было подождать, чтобы наша жижа немножечко остыла. Я залила в эту трубу расплавленные липучки красного цвета. Это я оставляю остывать и перехожу ко всем остальным. Ну, типа зеленым. Я сразу же включу нашу плиту и бегом начинаю все закидывать. Тут глаз какая-то шняга, потом желтый... Кто это? Динозавр черного крокодила сюда же. Наша ладошка, мини-ладошка. Потом слезняка. Ох, он такой жирненький, его так жалко. Потом нашу самодельную звезду. Мыши, которые не нужны. Дельфиненка с ящерицей. Отсюда я достану, типа, глаз и тоже закину это сюда. Отцепляйся. Вон, развалился пополам. Мне кажется, что этого хватит и ждем, пока они начнут кипеть. О, появляется черная шижа. Грязная кровь. Как я и сказала, у меня получился зеленый цвет. И его тоже можно заливать. Я оставила наш лизун остывать на несколько часов. И пока что у меня это все выглядит очень печально. Так как пол лизуна у меня вытекла, а труба вся расплавилась. Тут у меня получилось пустое место, а там внутри должен виднец или зум. Ну, если вон видно. Мне кажется, что сначала надо будет, короче, вот это все разрезать, вот это все снять, вот тут обрезать, и будет все шикарно. И потом уже думать, что делать дальше. Господи, оно все так липнет, все так прилипает, все как натуральная канализейшн. Это не клево, вообще не клево. Видимо, мне нужно было как-то по-другому заливать. О, тут красненькое. Ел, у нас все-таки что-то получилось. Так, отлично. Здесь я уберу эту всю липкую фигню. Может, зря я это сделала. Хе-хе-хе, куда ее девать? Хе-хе. Оно нереально ужасно воняет. Это просто жесть. Я только ощущаю, что я это заново все плавлю. И теперь остается самое главное. И нужно это сделать как можно аккуратнее. Распилить вот эту всю трубу вдоль. И как-то достать оттуда наш лизун. Самое стремное, мне кажется, будет его оттуда доставать, потому что он намного липче. И он очень крепко прилип к стеночкам нашей трубы. Мне кажется, я сейчас буду доставать только минут 40 эту гусеницу. Так-то круто, мне пока что нравится. Это будет самый лучший канализационный лизун. Так-то это выглядит прикольно. Видно, что лизун повторил форму трубы. Пока что это очень похоже на желейного червяка. Но мы его оставим болтаться. И достаем дальше. Эти штуки, где я разрезал, они невероятно острые. Хо-хо-хо. Это прикольно. Сейчас вы можете заметить, что дальше начинается чисто красный цвет. Режем дальше. Пока у меня пальцы не атрофировались. Я это сделала. Да. Хо-хо-хо-хо. Вот такая змейка у меня получилась. Как вы можете увидеть, она состоит из двух цветов и достаточно длинная. Здесь у меня находится хвост. А вот тут голова. В толщину этот лизун сантиметра три с половиной или даже четыре. Длиной этот червяк, мне кажется, может дотянуться от потолка до пола. Потому что тянется он нереально круто. Эх, мне даже руки не хватает. Ну-ка, держи. И сейчас я попытаюсь вытянуть как можно больше. Если он сейчас лопнет, я не виновата. Он вытягивается почти во всю длину кухни. Это нереально. И плюс еще, это нет того кусочка, который немножечко косячный, он там рвется. Получается, это еще плюс 10 сантиметров, которые могут вытянуться во все 30. Офигеть. Теперь резко отпускаем до оператора. Это самый веселый в мире лизун. Вы могли увидеть, пока я его доставала, что он достаточно лизкий. И можно даже поднять этот контейнер. Давайте попробуем вообще высоко. Полист. Все, все хорошо. Но я смогла это сделать, он поднялся до сюда. Представляете, какой мощный должен быть лизун, чтобы поднять контейнер на такую высоту и его еще не отпустить. Длина этого червяка позволяет использовать его как лассо. Многие из вас видели, как я пыталась достать магнит с холодильника обычным лизуном-липучкой. А что будет, если попытаться сделать это таким лизуном? Я осталась со стула и сейчас попытаюсь достать все эти магниты, которые у меня есть на холодильнике. Погнали. Один есть. Он упал, к сожалению. Второй. А-а-а-а! Третий. Но он снова упал. Четвертый. У меня в руке. Е-е-е! Я не могу попасть! Пятый! Упал! Мне кажется, что это выглядит очень стрёмно, да, со стороны? Да что б тебе! Последний магнит у меня в руках. Холодильником нашего червяка я потестила, и сейчас нужно обязательно ему пройти тест потолком. Поэтому раз, два, три! Вау! Тут просто такой трэш. Он сам отлепляется, собирается и залип. Мне кажется, это самый идеальный лизун, который я только могла себе представить. Реально? Он залип? Он сам же отлепился, не вмазался? Еще и, получается, отодрался сам, без всяких косяков от ПКК, и еще и висит. Это выглядит очень круто. Необычная форма, большой размер, и его можно снимать. Так тоже неплохо. И сейчас будет опасный и веселый спуск вниз. И я не знаю, чем он закончится. Раз, два, три! А-а-а! Я не видела, что было, но мне кажется, что он все-таки дотянулся до пола. Покинщик, плагинщик, катастрофа! Хорошо, этого типа не было. Такой смачный шлипок! Вот такой веселый, необычный опыт у меня получился. Я использовала много липучек, и у меня получился большой, огромный червяк-лезун. Если он тебе понравился, то обязательно ставь лайк под этим видео и подписывайся на мой канал. Ну а с вами была я, Джейн Фокс, и всем пока-пока! Прямо? Да.